Сегодня мы в гостях компании «Любганзотехник» и встречаемся вице-президентом подразделения корпоративных продаж в странах Восточной Европы и СНГ компании «Любганзотехник» Дмитрием Зайцевым. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Доброе утро. Дмитрий, вот первый вопрос про то, что мы живем в меняющемся мире, все меняется очень быстро, меняется и развивается отрасль гражданской авиации и, соответственно, развивается и система технического обслуживания услужных судов. Соответственно, какие тенденции вы видите в этой области, в том, чем вы занимаетесь и куда все движется? Добро пожаловать к нам в офис. Мы наблюдаем в этот момент целый ряд довольно интересных тенденций на рынке технического обслуживания и ремонта воздушных судов. К ним, безусловно, можно отнести то, что сегодня называется модным словом цифровая трансформация. Это, наверное, будет целый комплекс изменений, которые касаются, во-первых, системы управления, автоматизированного управления флотом и анализа их надежности. С другой стороны, это возможность быстрого и эффективного поиска и доступа к рынку услуг технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Это всевозможные программы, apps и порталы, которые позволяют получить быструю и эффективную информацию о наличии материалов, о возможности предоставления определенных услуг, об их и, в конечном итоге, получить быстрый, эффективный, прозрачный доступ к услугам провайдеров. Наверное, отдельно стоит отметить вопрос электронного документа оборота, который, как мне известно, также станет одной из основных тем на предстоящей конференции ТАИР в Москве. Помимо этого, конечно, также очень интересными представляются всевозможные умные технологии, которые все более и более активно внедряются на производстве. Это и современные материалы, и методы их обработки, это и интерфейсы человек-машины и машины-машины, которые позволяют инструментам и оборудованию взаимодействовать друг с другом, передавая информацию и регистрируя ее автоматически по базе данных. С другой стороны, интерфейс человек-машины позволяет без помех управлять какими-то устройствами, тем самым добиваясь более высокой эффективности такого производства. Ну и это, наверное, не все. Конечно, на пороге находится и использование таких вещей, как, допустим, автоматический полет и использование автоматизированных систем по, допустим, тех же самых квадрокоптеров для проведения анализа состояния воздушных судов и автоматической идентификации каких-либо повреждений. Отдельно можно также упомянуть новую систему взаимоотношений в глобальном масштабе, которая складывается между производителями, ремонтными организациями и авиакомпаниями, которая в частности будет касаться и касается уже сегодня вопросов доступа к интеллектуальной собственности, к ремонтной документации воздушных судов. Возможно, эта тенденция приведет к довольно серьезному переделу сил на рынке технического обслуживания. То есть мы видим, что идет вообще бурное развитие и вполне можно ждать в ближайшем будущем каких-то серьезных перемен на этом рынке. Я думаю, что эти перемены, они уже идут сегодня и, наверное, революции как таковой ждать не стоит. Она происходит в этот самый момент. Ну и главным результатом этой революции будет повышение эффективности и дальнейшее повышение, понижение издержек на техническую эксплуатацию воздушного судна. Авиакомпании в данном случае могут от этого только выиграть. Дмитрий, вот один из аспектов цифровизации, которая сейчас отсюда выступает вокруг нас, это именно развитие предиктивных, предсказательных технологий в области технического обслуживания. Вот какие предспективы вы видите в этой области и вообще как это происходит, как это действует? Евганзотехник уделяет технологиям предиктивного технического обслуживания очень большое внимание в своей деятельности. Я вам попробую объяснить почему. На самом деле на сегодняшний момент мы считаем, что едва ли не единственным способом повышения эффективности технического обслуживания, обеспечения более высокой летной годности парка и в свою очередь также снижение издержек являются как раз технологии предиктивного технического обслуживания. Идея заключается безусловно в том, чтобы на основе изменения совокупности неких параметров, которые выдают система и агрегаты современных самолетов, определить тот момент, который позволит снять агрегат до наступления дефекта, после того, как был израсходован основной ресурс этого агрегата до следующего ремонта. В свою очередь это позволяет избежать тех самых незапланированных и очень неприятных для каждой авиакомпании ситуаций самолет на земле, когда дефект происходит в воздухе, дефект происходит на земле, но к этому моменту нет ни материалов, ни оборудования и авиакомпании приходится быстро и эффективно реагировать на это, как правило, путем достаточно серьезных финансовых затрат. В свою очередь использование предиктивных технологий позволяет подготовиться к выполнению таких работ заранее, а зачастую в автоматическом режиме заказать материал, запланировать выполнение этих работ, обеспечить наличие слота и персонала и оборудования. То есть получается такая реализация именно интернета вещей, когда самолет оборудован соответствующими датчиками, системами самодиагностики и так далее, плюс проводится анализ всей той информации, которая снимается в самолете во время его полета, и именно на основании этого появляется возможность сделать вывод о том, когда наступает момент необходимый от отказа какого-то или какой ремонт, какие работы профилактические провести? Да, безусловно, речь идет о том, что говорящий самолет, если можно так сказать, выдает определенное количество параметров, из которых опытная инженерная организация при наличии соответствующих алгоритмов, которые она обычно разрабатывает сама, в состоянии выделить именно те, которые подают сигнал о скором наступлении отказа, с тем, чтобы на основании этих изменений и этого сигнала провести соответствующую замену, выполнить работы на самолете, опять же, до того, как отказ произошел, незапланированное для этого время. И тем самым удается оптимизировать тот общий, то есть сделать налет максимально большим и оптимизировать, чтобы как бы самолет работает максимально долго, но при этом максимально безопасно, то есть мы тут одновременно решаем обе задачи. В идеале эта система должна обеспечить полный переход от незапланированных отказов в зону запланированных отказов, когда замены будут выполняться, условно говоря, при исчерпании 95% ресурса каждого отдельного агрегата. Но как раз очень важно отметить то, что здесь речь идет не о среднем показателе для всех агрегатов этого типа, установленных на самолетах по всему миру, а именно на показателях отдельного агрегата, который установлен на конкретном самолете. Ведь известно, что в разных условиях эксплуатации и при разных условиях агрегаты изнашиваются очень-очень индивидуально, ну плюс к этому естественно есть индивидуальные показатели уже каждого агрегата, поэтому использование среднего показателя безусловно такого эффекта добиться не позволяет. То есть получается такая индивидуализация, то есть каждый агрегат рассматривается именно сам по себе, именно в тех условиях, в которых он работает, и исходя из этого уже определяется срок его работы. Речь идет о том, что мониторинг проводится в отношении отдельного агрегата и отдельного самолета, и именно для этого агрегата, в данном случае уже без учета условий, в которых он работает, а именно на основании тех параметров, которые этот агрегат выдает, принимается решение о том, когда его необходимо заменить и выполнить его ремонт. Собственно говоря, этот продукт очень хорошо гармонизируется с пакетами обслуживания агрегатов, которые мы также нашим клиентам предоставляем. Можно ли как-то оценить, ну, вот, финансовую выгоду, которую, ну, солит авиакомпания и переход к результативному обслуживанию? А в процентах каких будет? Это вопрос правильный, но на него пока что нет ответа, потому что индустрия находится пока что в самом начале создания этих предикторов. Естественно, мы создаем их на основании тех инженерных данных, тех знаний, которые у нас есть. Мы строим математические модели и программируем их предикторы. И после этого в течение определенного периода времени тестируем и обучаем, если можно так сказать. Потому что для обучения предиктора очень важна обратная связь из цеха по ремонту. Если агрегат был снят и его износ еще не достиг тех самых, допустим, 95%, то, наверное, алгоритм стоит скорректировать с тем, чтобы решение принималось в более поздний момент. Если момент был достигнут или же, наоборот, износ перешел оптимальный для выполнения ремонта такого агрегата, наверное, предиктор должен быть скорректирован опять же для того, чтобы принимать решение на более ранней фазе. Но при этом есть понимание, что когда эта система будет внедрена, распространена, в общем-то, авиация перейдет на некий новый уровень. Я попытался упомянуть это, но с моей точки зрения это является, наверное, единственным реальным способом дальнейшего повышения эффективности эксплуатации флота, с одной стороны, и снижения издержек. Сегодняшние технологии ремонта достигли, если не пределы, то очень близки к пределу эффективности. И дальнейшее повышение этой эффективности и снижение издержек на эксплуатацию воздушного судна, возможно, как раз за счет использования предиктивных методов технического обслуживания системы агрегатов. Дмитрий, как развивается сотрудничество компании «Люфганзотехник» в России и странах СНГ, и вообще, насколько важен для вас этот рынок? «Люфганзотехник» уже более 25 лет работает в этом регионе, активно работает, и на самом деле до сих пор у нас не было оснований усомниться в успехе нашего партнерства и важности этого региона. Конечно, в рамках глобального рынка, рынок стран Российской Федерации и СНГ, он пока еще достаточно хрупок и мал, но его размеры растут, его значимость повышается, и «Люфганзотехник» однозначно ставит на развитие этого рынка и на то, что этот рынок будет и дальше требовать значительных и более эффективных услуг технического обслуживания судов. И при этом появляется возможность какие-то работы уже выполнять непосредственно в России, правильно? Ну, на самом деле, такая возможность, она была всегда, даже с первого контракта, который был здесь подписан, мы предоставляли услуги линейного обслуживания своим персоналам в России. Другое дело, что ответственность за выполнение этих работ поменялась на сегодняшний момент. Российские авиакомпании, авиакомпании СНГ имеют большой опыт выполнения таких работ своими собственными силами, и это абсолютно нормально. Просто, наверное, смещается немного граница между тем, что авиакомпания может эффективно выполнять своими собственными силами или с использованием местных подрядчиков, и тем, что компания заказывает у крупных игроков этого мира. Я думаю, что в взаимоотношении или в принципах этого взаимоотношения не поменялось ровным счетом ничего за 25 лет, в том смысле, что по-прежнему для того, чтобы эффективно предоставлять определенный набор услуг, необходимо ориентироваться уже не только на российский или рынок стран СНГ, сколько на глобальные потребности авиакомпании и на глобальное потребление. Например, к таким услугам относится поддержка агрегатов, где создание локальных пулов, некий термин, который в свое время стал популярным в Российской Федерации, наверное, по-прежнему нельзя считать эффективным способом. Пул агрегатов, по идее, должен быть глобальным, и только глобальный пул может быть по-настоящему дешевым и эффективным и обеспечивать гарантированное предоставление материала. Ну и при этом вот эти вот новые сложные технологии, которые все больше и больше внедряются в область технического обслуживания, здесь, вероятно, тоже для авиакомпании логичнее и эффективнее поручить эти работы специализированному провайдеру, который умеет и знает освоивать технологии, чем осваивать их самостоятельно. Я не буду скрывать и того, что для создания этих новых технологий ремонта крупнейшие компании, конечно, идут на очень серьезные инвестиции. Это многомиллионный инвестиционный бюджет на создание инновационных методов производства. И, конечно, для окупаемости подобного рода инвестиций необходим также серьезный большой спрос со стороны рынка авиакомпаний. Я боюсь, что на сегодняшний момент в рамках одной отдельно взятой авиакомпании реализация этих технологий просто не может оказаться эффективной. То есть в этом смысле получается, что сотрудничество с компанией «Ганзотехник» дает возможность авиакомпаниям интегрироваться в такую общемировую среду высокотехнологического обслуживания? Это, безусловно, так. Собственно говоря, принимая решения о таких инвестициях, внедряя современные технологии, инновационные технологии, мы, естественно, делимся с авиакомпаниями, с нашими заказчиками частью той экономии, которую нам удается добиться в процессе производства. Я думаю, что в конечном итоге и российские компании, и авиакомпании стран СНГ только выиграют от подобного рода партнерств. Компания «Ганзотехник» много лет участвует в конференции МРО «Раша». Какое ваше мнение об этой конференции и в чем вы видели смысл своего участия в ней? На сегодняшний момент конференция МРО «Раша», ну, собственно говоря, та конференция, которую проводит ваша компания, стала на самом деле таким серьезным институциональным событием в мире авиационно- в мире технического обслуживания воздушных судов Российской Федерации. Безусловно, после определенного периода юношества, сегодня эта конференция привлекает большое количество участников как со стороны авиакомпании, так и со стороны индустрии. Важно также участие регулятора в этих процессах и в программе этой конференции. Ну и, естественно, нельзя также не отметить выставочную часть, которая на сегодняшний момент сделала конференцию очень похожа на крупнейшие мировые события, такие как МРО «Америкас» и МРО «Юропа». Я думаю, что конференция и сопутствующая ей выставка обеспечивают быстрый и легкий доступ авиакомпаний к рынку технического обслуживания воздушных судов, позволяют также узнать о новейших трендах и изменениях в индустрии, учиться и обмениваться информацией между собой. Ну, а это как раз то самое, для чего подобного рода мероприятия и создаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...